Здравствуйте! В эфире программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Предупрежден, вооружен. В Республике усилены меры профилактики в связи с коронавирусом. А у нас во дворе. Более пяти сотен дворов благоустроят в городах и селах Чувашии. 27 лет на страже. Бойцы ОМОНа встречают день рождения на службе. С 18 марта в Республике введен режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На территории Республики запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий. Уже отменены хоккейные и баскетбольные матчи. На этой неделе должны были состояться ледовая встреча хоккейного клуба «Чебоксары» с «Динамо Алтай». Однако высшая хоккейная лига приостановила все матчи плей-офф Кубка Федерации. Также до 10 апреля на паузе регулярные первенства «Суперлиги-2» среди мужских баскетбольных клубов. 18 и 19 марта два матча проходят без зрителей. Для болельщиков организуют прямые трансляции на официальных сайтах Российской Федерации баскетбола и баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы». В связи с коронавирусом усиленные меры профилактики в местах, где бывает немало людей. Прежде всего это школы, колледжи, больницы. Учеба в средних учебных заведениях уже заканчивается. Впереди каникулы, причем удлиненные. А пока на входе работает так называемый утренний фильтр. В эти оставшиеся до отдыха дни уборщицы тщательно моют пол по нескольку раз с дезинфицирующими средствами, протирают поручни. В качестве основных препаратов используют хлорсодержащие жидкости. На переменах помещения проветривают. Родители и ученики реагируют с пониманием. Конечно же, всем хочется быть здоровыми. И чтобы не было обострения, все меры, которые предусматривает администрация школы, они выполняют. В некоторых колледжах проверяют самочувствие учащихся с помощью специальных устройств. Есть сомнения, лучше отправиться к врачу. Что касается врачей, то они работают в масках. Это помогает защититься от острой респираторной вирусной инфекции, которой жители нередко страдают весной. Пациенты тоже в масках. Стараюсь меньше появляться в общественных местах. Мою руки постоянно и хожу в маске. Стараюсь с людьми особо не контактировать сторонними. Больше проводить время дома. Кроме того, в центральной городской больнице города Чебоксары разделили потоки людей. Болеющие ОРВИ идут в кабинет неотложной помощи. В коридорах стоят аппараты для обеззараживания воздуха. Усилен патронат за так называемой группой риска. Это пациенты 60 плюс и страдающие хроническими заболеваниями. Это что касается профилактики. Хватит ли изоляционных боксов и аппаратов искусственной вентиляции легких в республике в случае, если коронавирус подтвердится и болезнь будет протекать тяжело? Вопрос, который волнует большинство жителей республики, мы задали заместителю министра здравоохранения Чувашии Владимиру Дубову. Боксов у нас хватит. На сегодняшний день у нас есть для детей городская детская больница номер 2. У нас для взрослых есть больницы скорой медицинской помощи. Есть боксы, соответственно, в инфекционном отделении Новочебоксарской городской больницы. И в каждом муниципальном районе Чувашской республики, скажем так, у нас 15 инфекционных стационаров, там тоже есть боксированные специальные палаты. Аппаратов ИВЛ в республике достаточное количество. Ну, начнем со службы скорой медицинской помощи. Все новые автомобили, все бригады у них есть внутри машин ИВЛ. Это первое. Второе. В каждой больнице тоже есть. Суммарно мы насчитываем около более 400 аппаратов. И, в принципе, если ведется режим повышенной опасности и так далее, из резервного фонда будут выделены деньги. И если что-то будет не получаться, естественно, этот парк будет, конечно, дополняться. Потому что в качестве, ну, на сегодняшний день, с учетом, скажем так, оценки рисков этих аппаратов хватает. Где сейчас делают анализы на коронавирусную инфекцию, у кого их берут в обязательном порядке и надо ли бежать в больницу, если есть сомнения. Подробнее в специальном выпуске программы по существу сразу после новостей. Теперь о последствиях ситуации с коронавирусом или, вернее, ажиотажа вокруг продуктов. В некоторых магазинах опустили полки с крупой, сахаром и рядом других продуктов. Есть ли смысл делать запасы, ответили в Минсельхозе республики. Наша республика обеспечена основными товарами необходимыми. Это, например, картофель, молоко, овощи, мясо. То есть, согласно порогам показателей доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, мы должны быть обеспечены этими продуктами, значит, не менее чем на 90-95%. Но мы, в свою очередь, по картофелю, например, обеспечены на сегодняшний день на 247% от показателей доктрины. По молоку на 112%. По овощам, к слову сказать, у нас тепличный комплекс Новочебоксарский позволяет увеличить мощность производства овощей из закрытого грунта в два с лишним раза. Переживать, что пропадут продукты с магазинов не стоит. Значит, все, что имеется в республике, конечно, пойдет, в первую очередь, нашим жителям на полки наших магазинов. То есть, вот, если будет такой ажиотаж или спрос, то сельхозтоваропроизводители, а также торговые сети, они готовы увеличить объемы поставок, значит, готовы увеличить частоту пополнения полок, наполнения полок. То есть, логистические компании, значит, они тоже готовы работать в условиях повышенного спроса. Республика готовит зеленый коридор для инвесторов. Возможности региона временно исполняющий обязанности главы Чуваши представил в Москве членам ассоциации менеджеров. Как будет построена коммуникация органов власти и бизнеса, об этом сюжет Дмитрия Ковалева. Интерес к республике у представителей бизнеса большой, но количество участников встречи оказалось меньше намеченного. Приглашение на деловой завтрак с временно исполняющим обязанности главы Чуваши получили порядка 40 предпринимателей. Сейчас в Москве из-за угрозы распространения коронавируса действуют ограничительные меры. И от многих запретов не отступишь. Оздоровить необходимо и экономику субъекта. Для этого подготовят программу ускоренного развития региона. В работу уже включились авторитетные эксперты, предприниматели и депутаты Госдумы. Привлекли, с нашей точки зрения, классных специалистов. Они готовили эти программы для Татарстана, Башкортостана, ряда других регионов. Конечно, вовлечены специалисты местные, те, кто нервнодушен. В июне фактически графт программы, такой довольно серьезный, подготовленный, будет презентоваться. И пойдем вперед. За столом переговоров топ-менеджеры крупных корпораций. Многих бизнесменов интересовало, какие преференции получают инвесторы в республике. Одна из мер господдержки – это налоговые льготы. Плюс наличие квалифицированных кадров. Мы вкладываем ресурсы и средства в науку. Создаем условия для интеграции учреждений образования и бизнеса. В 2016 году создан межрагональный центр компетенции в области промышленных и инженерных технологий. Тем, кто готов работать на нашей территории, мы предоставляем снижение региональной части налога на прибыль, снижение ставки по налогу на имущество организации, льготы по земельному и транспортному налогу, возмещение части затрат по приобретению оборудования, предоставление земельных участков без проведения торгов. В Рио главы республики отметил, что в регионе продолжают создавать благоприятный климат для бизнеса. В правительстве прорабатывают вопрос создания технопарков для субъектов МСП на крупных предприятиях. Олег Николаев намерен возглавить наблюдательный совет корпорации развития Чувашии, чтобы наладить постоянный контакт с инвесторами. С другой стороны, чтобы постоянно держать руку на пульсе реализации стратегии развития региона, прежде всего инновационного развития. В приоритете у правительства региона – внешнеэкономическая торговля. Для дальнейшего роста объемов экспорта в Канаше создадут единый центр логистики сельхозпредприятий. Из всего объема продукции экспортируется примерно 8%. Это показатель для нас, мы считаем, достаточно скромный. Возможности для этого есть. Но и кроме того, здесь хотелось бы добавить, что мы планируем наращивать в том числе экспортоориентированную продукцию за счет участия наших производств в рамках реализации посылок президента о создании российского зеленого бренда. Очередной раунд переговоров с инвесторами назначили уже в республике. Бизнесмены приедут сверить планы и приступить к реализации проектов. В рабочем графике в Рио главы региона и встреча с генеральным директором корпорации «Т-Плюс» Олег Николаев и Андрей Вагнер обсудили вопросы повышения энергоэффективности и теплоснабжения городов. Дмитрий Ковалев и Анастасия Белоногова. Республика из Москвы. День голосования на всей территории страны назначен. Это 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Однако не исключено, что в случае изменения ситуации с распространением коронавируса день голосования может быть перенесен. Глава государства подчеркнул, поправки в основной закон важны, но еще важнее здоровье россиян. Как работникам будет оплачиваться в неочередной нерабочий день, смотрите в нашем сюжете. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в этом году намечено на среду 22 апреля. Несмотря на то, что этот день будет выходным, это не повлияет на общий размер зарплаты работников с окладом. Это относится как к госучреждениям, так и к коммерческим компаниям. И хоть он не попадает под перечень выходных и нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом, оплата работникам за этот день будет осуществляться в соответствии с положениями, установленными применительно к оплате за нерабочие праздничные дни. Если работника привлекут к работе в день голосования, то работа в такой день должна быть оплачена не менее, чем в двойном размере, по правилам, установленным статьей 153 Трудового кодекса, с учетом установленной системы оплаты труда. Также по желанию работника, которого привлекут к работе в день общероссийского голосования, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае за работу в нерабочий день он получит оплату в одинарном размере, а день отдыха останется без оплаты. При этом день голосования будет именно нерабочим, а не праздничным. А это значит, правила об уменьшении на один час рабочего дня перед праздничным здесь не действуют. 21 апреля россияне отработают полный рабочий день. Если день голосования выпадет на время ежегодного оплачиваемого отпуска, то на его продолжительность это никак не повлияет. И еще одно новшество апреля. С 1 апреля 2020 года налоговые органы смогут информировать плательщиков и налоговых агентов о наличии у них недоимки или задолженности по пеням, штрафам и процентам посредством СМС-сообщений, электронной почты или иными непротиворечащими законодательству способами. Такое информирование возможно не чаще одного раза в квартал и при условии получения письменного согласия налогоплательщика на такое информирование. Перемены по месту жительствам более пяти сотен дворов благоустроят в городах и селах Чувашия в этом году. На эти цели выделена рекордная сумма – полтора миллиарда рублей. Наша съемочная группа побывала в селе Комсомольское. Микрорайон имени Героя Советского Союза Кабалина – один из трех, где скоро преобразятся дворы. Татьяна Александрова часто гуляет с ребенком. Вот только играть около дома совсем негде. Из развлечений лишь старая песочница. Вместо этого бурьяна очень бы хотелось, чтобы была детская площадка. Потому что ходим в соседние дворы, куда-то, вот в физкультурно-спортивный комплекс, вот туда приходится выходить. Горки, карусели, качели, спортивные комплексы. Теперь местной детворе будет где порезвиться. Перед подъездами уложат новый асфальт, обустроят тротуары, появятся зоны отдыха и полноценное освещение. На все это потребуется более пяти миллионов рублей. Работы планируют начать в начале мая. И хотим благоустроить дворовую территорию, значит, вокруг домов 8, 9, 10, 11 и 12. Здесь проживает более 200 человек, из них более 70 детей. Пенсионеров более 20. И поэтому мы, вот когда изучали общественное мнение проживающих жителей, вот в этих домах, мы учитывали мнение, конечно, что же им в первую очередь надо. Народ ждет изменения, народ хочет изменения. Для чего мы это делаем? Чтобы сельские люди не уезжали в большие города, а работали, проживали здесь. То есть себя они чувствовали очень-очень комфортно. В планах благоустройства во дворах по улице 70 лет Октября, Центральной и других. Все проекты уже прошли экспертизу. На их реализацию направят почти 25 миллионов рублей. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Отряд мобильный особого назначения, сокращенно ОМОН. 18 марта эта спецслужба, входящая в состав Росгвардии Чуваши, отмечает 27 лет со дня образования. Сириус совсем еще молодой боец отряда особого назначения. Ему всего полтора года. Но на его счету уже два случая, когда он обнаружил взрывчатое вещество на операции и, возможно, спас чьи-то жизни. В этот раз ему понадобилось чуть больше минуты, чтобы найти среди семи ящиков один с опасным содержимым. Вот собака обозначила. Наш кинолог предупреждает, что найдено взрывоопасное вещество. Щенков на службу кинологи отбирают практически сразу после их рождения. Появился целый помет. Весь помет запускает какой-нибудь темный угол. Если какая-то собачка не зашла, ее сразу же убирают. Потом по лестничной площадке небольшой такой. Если какая-то собачка не прошла, тоже убирают ее. И вот где-то с пометок, где-то, наверное, одна-две собачки остаются. Они тоже такие же, как люди. Холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. А живут и спят где? Вольеры. У каждой собаки свой вольер. Получается помещение для отдыха и помещение для выголов собаки. Главная задача ОМОНовцев – охрана общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом. В прошлом году бойцы участвовали более чем в 90 операциях. Кинологи, инженеры, взрывотехники, высотники, снайперы работают не только в республике, но и в других субъектах. Часто выезжают в командировки в Северо-Кавказский регион. Безупречная подготовка, исключительная работоспособность, профессионализм – результат ежедневных многочасовых тренировок. К нам приходят уже подготовленные, они проходят физическую подготовку, у них проверки, тесты. После этого только допускают к нам на службу. Какие виды боевых единоборцев? Приветствуются, конечно, любые единоборства. Борьба, бокс, дзюдо, карате, кикбоксинг. Командир ОМОНа, управление Росгвардии по Чувашии, полковник полиции Андрей Егоров с детства занимался самбо. Мечта любого мальчика – служить в спецназе на благо нашей Родины. С детства хотелось, чтобы мои задатки, способности помогали. Я с детства любил защищать младших от различных хулиганов. И занимался спортом. Я занимался здесь борьбой с самбо. Пришел в МВД, продолжил службу, начал службу управления местной охраны, продолжил специальный отряд быстрое реагирование. В конце концов, пришел в ОМОН. Бойцам нужно всего пять минут для того, чтобы сформировать бригаду и выехать на операцию в пределах республики. Их работа не всегда видна, но результат – тысячи спасенных жизней. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Ситнер в Нарспи, Степан в постановке «Елда». 110 лет со дня рождения народного артиста Советского Союза Алексея Ургалкина отметили в Чувашском академическом драматическом театре. Там прошел вечер памяти. Алексей Константинович Ургалкин Актер, режиссер и педагог. Алексей Ургалкин проработал на сцене 45 лет. Он создал более 250 незабываемых образов. По воспоминаниям коллег, актер обладал особенной энергетикой. Природа одарила его сильным голосом и яркой внешностью. Народная артистка РСФСР Нина Григорьева работала с Алексеем Ургалкиным, что называется, «Плечом к плечу». Вместе они играли в спектакле «Черный хлеб» по роману Николая Ильбекова. Его легкость была обманчива, вспоминает артистка. Он был требовательным как к себе, так и к окружающим. Удивительно, но образы, которые он создавал, сначала появлялись на бумаге. Мастер рисовал нос, глаза, прическу. И только потом герой оживал на сцене. То есть вот его актерская, человеческая энергетика так доходила до зрителя, что он не мог оставаться равнодушным хоть до комедии или драмы. Молодой герой-любовник или наоборот какой-то плохой человек, там отрицательный персонаж, он таких тоже играл. Он всегда удивлял, поражал и вызывал восхищение своим мастерством, умением. Но он, конечно, один из тех актеров Чувашского театра, который преданно служил всю свою жизнь искусству театра, своему народу. Алексей Ургалкин оставил большой след в истории чувашской культуры и искусства. Под его руководством были поставлены спектакли «Гроза» и «Воспитанница» по пьесам Александра Островского, «Вишневый сад» Антона Чехова. Он выступал по радио и в телеспектаклях, переводил фильмы на чувашский язык. Именем Алексея Ургалкина названа улица в Чебоксарах. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Юрий Марков, «Республика». Одному из крупнейших предприятий, перерабатывающей промышленности, филиалу фирмы «Август». В Урнарскому заводу смесивых препаратов исполнилось 90 лет. О работе завода и о том, как прошел юбилей, вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До свидания. История завода началась в далеком 1930 году, когда на предприятии была выпущена первая партия органического удобрения – фосфоритной муки. В военные годы завода был присвоен номер 554, под которым он продолжил свою работу и выпускал продукцию для авиационных заводов. После войны предприятие перешло на производство средств защиты растений. В экономически тяжелые 90-е завод взяла под свое крыло московская компания «Август». С этого момента предприятие активно развивается и растет. Действительно, завод прошел славный путь. Здесь присутствуют многие поколения заводчан, которые строили, возрождали тяжелые годы, несмотря ни на что, трудились самоотверженно, оставались преданными нашему заводу. Сегодня завод – крупнейшее российское предприятие по выпуску химических средств защиты растений. Одно из лучших в Восточной Европе. В ассортиментной линейке более 100 наименований высокоэффективных препаратов против сорняков, вредителей и болезней растений. Их используют в крупных аграрных холдингах и в личных подсобных хозяйствах. Здесь самое современное технологическое оборудование. Постоянно совершенствуется логистика и инфраструктура. Проработал я на заводе без малого 35 лет. Я начал работать на заводе еще, когда завод назывался Вурнарским химзаводом. После перевим на АЛЕ ВЗСП, Вурнарский завод смесевых препаратов, потом в 95-м году фирма «Август» начала заниматься этим заводом. И с тех пор, конечно, на заводе все изменилось. Оборудование, там это самое все, это самое импортное оборудование, цеха перестроили, территории завода благоустроили. Очень много сделал завод для завода фирмы «Август». Ежегодно завод выпускает около 25 тысяч тонн препаратов. Продукция поставляется во все важнейшие аграрные регионы России, страны СНГ и дальнего зарубежья, включая страны Африки и Южной Америки. Важным направлением работы предприятия являются социальные проекты. Компания «Август» построила в поселке Вурнар и ряд объектов. Фитнес-центр, плавательный бассейн, парк здоровья и отдыха. При ее финансовом участии проведена масштабная реконструкция стадиона. За последние пять лет в реализацию социальных проектов компания вложила 650 миллионов рублей. «Август» продолжает заботиться о своих сотрудниках даже после их выхода на заслуженный отдых. 440 ветеранам, проработавшим на заводе более 10 лет, предприятие выплачивает дополнительную негосударственную пенсию. Поздравить коллектив предприятия с юбилеем приехал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев. Заслуженные награды получили и ветераны, и молодежь. Прежде всего, хочу высказать слова благодарности, Ваим Васильевич, вам, вашему коллективу, за столь успешную работу, ну и, конечно же, за тот вклад, который вы осуществляете в социальную сферу, развитие спорта, развитие и поддержку здорового образа жизни, благоустройства территории. Главная ценность успешного предприятия – это люди. Продукцию завода производят 16 цехов. Всего на заводе трудится 750 человек. Летописцы завода насчитали более 500 трудовых династий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова